следующий денёчек ребята выгрузили вчера меня оперативно приехал сюда на завод заехал пока туда-сюда короче подписчикам наобщались постояли на такой салатовый скани он ездят они здесь компания не помню там с трех букв короче вот в общем короче сегодня я остался специально на этом заводе не стал выезжать за территорию потому что там сейчас очень вообще печально в плане стоянки и учтите на будущее жорский завод поселок колпино не вставайте на ночь на стояночку возле этого завода потому что там воруют запаски воруют солярку могут вообще снять все что угодно у тебя с машины и ночью просто вообще не заметишь поэтому остался специально на заводе сегодня буду выезжать и печальная новость такая ребята короче вчера приехал на завод заехал и у меня короче смотрю течет солярка откуда не знаю выгрузился припарковался и поднял кабину короче опять лопнул от нвд трубка который высокого давления который идет на форсунку вот сейчас пообеду и поеду евро авто туда фушары искать эту трубку менять ее надо погрузка у меня завтра и послезавтра так что сегодня у нас в принципе такой день который в котором я помылся побрился ну так чисто здесь кабине приготовил вот такой вкусный обед картошка с фаршем чук стоит вот здесь буквально я припарковался перед выездом на территория завода там тоже всякое короче стоим сейчас пообедаю время уже обед и надо будет выдвигаться ехать сушары в магазин покупать эту топливную трубку и менять ее я ее менял это короче топливная трубка которая в якутске тогда у меня лопнула перед магаданом когда мы ехали в магадан я ее поставил мазовскую по моему или камазов скую она подходит и в общем короче опять она лопнула из-за чего я не знаю для чего трубки так лопаются вообще без понятий поэтому будем будем завтра это все делать вернее завтра сегодня это все уже будем делать чайник закипел будем пить чай и кушать вкусную картошечку и так я купил трубку вот d260 т.д. 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 не знаю высокого давления такая у меня сейчас стояла получается вот это моя родная вот это такая по резьбе они одинаковые стоял и два года работала есть комплект трубок моих стоит 8 косарей братья их естественно не стал денег нету потому что там на русла не купил что там только нету только как обычно чего надо нет сейчас мальчик стоит сюда наверно перепаркует сейчас и будем менять трубку и топливные фильтра на одно тоже поменяю мальчик смотрите подъехал какой красавый эвакуатор фига у него бампер выпирает больше намного все просто здесь если я сейчас буду ремонтироваться они мне скажут ты чё братан тут нельзя это заправка то там не никто ничего не скажет эпическая сила вот это блять бампер поедет не стать короче или здесь поменять чтоб меня никто не видел как я это делаю и тогда будет все норм попробуем здесь если чё так вот едем так то вроде стоим нормально вот так вот мальчик наш снова живет с новой трубкой бывает небольшие проблемки в рейсе такое бывает и так все готово поставил трубку вот нагнул ее также вот здесь вот она приходит вон она идет вот она все работает все допускал все отлично поставил сразу новые фильтра вот так вот здесь отверстие для сгонки воздуха позже все работает все хорошо ну сразу раз уж все солярий так уж надо все сделать все испоганить потом она вся высохнет или уже дома помоем остальное все кстати по поводу проводов чего вы мне гоните по поводу все тут нормально с проводами единственное из проводов здесь лишнее это вот где-то здесь два провода есть сейчас я их найду даже я их и не вижу кстати этих проводов то короче лишнего здесь ничего нет все здесь нормально так сейчас я вам покажу старую трубку то есть не случилось с этой стороны у нас все нормально правда турбина вот здесь что-то там из-под хомута немножечко дымит но страшно старая трубка куда же я ее дел по-моему здесь вот видите я ее изолентой подмотал потому что мы вчера когда кабину поднимал чтобы она хотя бы сильно не текла а вот она также нагревали мы гнули но этот раз я ее не нагрел попробовал нагреть чтобы загиб загибать новую ну чё-то хреново получилось не стал поэтому так и и пока кидаем запас как запас потом показать магазине что это за трубка попробовал нагреть что-то особо не получилось как бы она не гнется потом взял просто я так загнулась руками легко гнется так что все у нас теперь ну кстати соляркой помылась если еще водой смыть вообще нормально двигатель будет чистый здесь все нормально там все нормально что-то еще хотел посмотреть вроде бы нет замок все живет все работает все нормально претензий никому нет новый насос кабины опускает идеально смотри просто просто но он этот опускал нормально а вот эту трубочку я хотел заменить вот она у меня немножечко течет она у меня немножечко вот она у меня есть только дальше куда она идет я не знаю соединитель нужен мне нет соединителя надо купить соединитель и трубка у меня есть вон она правда она от автономки дизельная но смысл я думаю нее один и тот же будет. Слушай, а может она длинная даже и пойдет. Вон там видно, вот она вот там цепляется и пошла, 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 пошла и куда-то, и куда-то наверное уже... А, ну вот сюда она пришла. Ага, ну это, слушай, длинная трубка. Сейчас посмотрю, может поменяю заодно, а то сколько лет она у меня капает. Итак, манчик снова как новый, смотрите, омыватель брызгает, все работает, все, а теперь бежать наконец-то ничего не будет. Так, запускаем. Завелся. Слушайте, по-моему, даже лучше работает. По-моему, да. Но обороты у меня на одно деление должны врать. Вот сейчас где-то у нас 600, а не 700. Блин, ну и погода, смотри. Морость эта. Ну тепло, кстати. Ну работает, работает. Работает, короче. Поездим с этими фильтрами евро. Был евро 2. Ой, какой евро 2 был? Евро 0. Был евро 0. Был евро 0. Так, глушится. Все, заглох. Глушу горняком. Был евро 0, стал евро 4, евро 5. Раньше фильтра были у нас бумажные до тряпочные. Сейчас у нас евро фильтры, понятно. Теперь можно евро 6 заправляться на этот нефт Танека. В общем, все работает, все отлично. Так, надо что, нам топливо перекачать и ехать на загрузку. Завтра погрузка. Так что домой-обратно на Челябинск. Поэтому, не знаю, или на этом видео закончится, или дальше пойдет. По минутам не могу сказать. Поэтому, как будет, так будет. У меня еще зуб, кстати, разболелся. Что-то сладкого объелся. Зуб болит с утра. Поэтому, или погода еще такая поганая, зуб ноет. Ладно. Спасибо, Роснефть, что не выгнали меня. Дали мне тут поремонтироваться. А, кстати, забыл сказать. Трубка Камазовская или Мазовская. Я не знаю, чья там видно было на ценнике. Стоит 385 рублей. В Якутске мы ее, по-моему, за 270 покупали тогда. Поэтому, я даже не знаю. Вот и все. На этом, наш ремонт закончен. Можем, можем. Манечка поздравить. Он снова жив. Снова его излечили. Ребята, всем привет. Сегодня грузимся в экспо-форуме в Санкт-Петербурге. Вулковская. Вот такие вот здесь. Газпромовские здания. Территория Газпрома. Еще чего. 600 метров. На светофоре поверните направо. Во двор. А затем поверните направо. Да, да, да. Именно вот так вот. Вот здесь будем с вами грузиться. На нашем старичке Манчики будем заезжать туда. Вот они все охренеют, наверное, по Люпасу. Все это скажут. Такое приехало. Так. Пока остановимся просто вот здесь вот на ларичке, чтобы понять, куда нам тут вообще заезжать. Это понял, смотри. Большой светофор для нас, а маленький для кого? Для лилипутов? Прикинь, что придумали, а? Заезжай туда. Да, конечно, я угораю с этого. О, точно, мы приехали по адресу. Фуры тут стоят. Через 200 метров поверните направо. Во двор. Что-то я вчера очковал тут вставать. В магазин, если кто-то ездит, в пивасе там сбегать, да? А я туда не встал. Ладно, еду, куда сказали, ехать. Во, автобусы и МАНы здесь. И все-все-все. Чего тут только нету. И вольва даже есть. Так, меня тут кто-то должен встретить во двор. Так, заехали на территорию, ну еще не на полную, но почти. Экспо-форума. Красота. Смотри, даже есть вертолетные площадки. Господи, что тут только нету. Что тут только нету. Так, вот чувачок пошел, короче, сейчас договариваться. Дали мне вот этот вот пропуск. Вот такой красавый. Номер телефона водителя. Это даже не мой номер, прикиньте. Ночная парковка запрещена. Пропуск под лобовое. А куда его? Вот сюда, наверное, бахнем, да? Вот так вот будем с ним попить и потом гонять. Ну, в общем, такие вот дела. Сказали ждать. Ладно, я жду. Потом он туда поедем. Как отзвонятся. Итак, ребяточки, все, загрузили все вот отсюда. Небольшой нам шифонерчик загрузили. И мы поехали. На выезд. У нас завтра вторая загрузка. Какие-то палеты. О, с чем-то, естественно. Прицепчик его загрузили. В общем, короче, все чики-пуки или пуки-чики. Выезжаем с экспо-форума. Красотень тут, конечно. Ну, тут, смотрите, тут все. Выставки всякие происходят. Крутяк, крутяк. Манчик, манчик побывал и здесь уже. Где он только не бывал. Что только не видал, да? Итак, ну все, ребят. Загрузился тремя грузами. Получается, сегодня два загрузил. Еду по обводному каналу. Короче, выезжаю из города. По ЗСД не поехал, потому что чек вот такой вот там. По ЗСД я сюда ехал. Дороговато, дороговато. Выезжаю на трассу. И по семерке пойдем домой. Так что, все у нас отлично. 19 тонн. Метров. Поверните направо. 19 тонн нам загрузили где-то. Примерно около того, 18 с половиной. И так вот, чуть-чуть полегче пойдем обратно. Итак, тормознулись покушать. Покушали. В кафе. Наелся. Даже обожрался. Себя не буду показывать. О, смотри, притерся я это. Там на загрузке. Палет стоял. Притерся тут. К нему чуть-чуть. Блин, как поедут постоянно икота. Так, вроде ничего не капает у нас. Все хорошо. Хорошо. Обойдем. Еще раз все глянем, посмотрим. Все ли у нас на месте, все ли у нас красиво. А у нас все на месте и все у нас красиво. Так, затянул ремнем. Там вот тот шифонер, который мне поставили. Боюсь, чтобы не терлось колесо в него. Вот сюда как-то раз поставил, у меня покрышку разорвало. Крюк. Вот поэтому... Ну, не должно оно задевать. Я вот вижу, что вроде бы не задевает его. Нету внутри этих штук. Поэтому только так. О, я, кстати, думал, брызговик не оторвало. Нет, не оторвало. Ну, все чики-пуки, но. Или пуки-чики. Все нормас. Можем гнать дальше. 7 тонн машине и 12 тонн... Почти 12 тонн прицепе. Ну, можно даже там почти нет. А 12 тонн нету. Вот такой у нас вес. Все, едем дальше. Кафе было в деревне Успенская. Так что... Если кого... Кому как для ориентира. Как в той песне, да? Я по полю, да по полюшку. Вот и здесь так же. Заехал и наелся. Опять ремонты, ремонты. Вот это вот бесплатная дорога. Всегда по платке ездил. Вот второй раз, по-моему, всего я еду по бесплатной. Вот, видишь, что делает? Опа, вот этот вот нырок. Вот кому он нужен был? Я вообще не понимаю. Дебилы, блин. Не доделали дорогу, уже запустили ее. Ужас. У меня там ценный груз везется, а они, блин... Капец. Нырки такие создают. Дебилы. Неправильно, неправильно. Надо делать как-то более смягчательным. Мы же не на легковых все едем. Поэтому тут можно вообще позвоночник просто осыпать в трусы, блин. Если ехать без пневмо. Да даже и на пневмо. Как подпрыгнешь, блин, так подпрыгнешь. Это бывший весовой контрол. Контрол весовой. 50, говорит. Вот, что, опять сейчас будет. Разогнался. Ну, слава богу, здесь ровненькость. Вот здесь молодцы, здесь сделали ровненькость. А там что творилось вообще у нас? Бывший пост. Великого Новгорода. Какие-то кучи насыпали, короче. Сейчас тут просто рамка будет впереди и все. Транспортников больше здесь нет. Ну, как, они, наверное, есть, но весовых этих транс старых нету, как раньше. Так, все, спокойненько летим. Все у нас четенько. Стекло менять буду. Так что не пишите в комментариях. Буду менять. Возможно, в следующем рейсе даже его поменяю. Хотел давно его менять. Вот такая паутинка. И все, и под замену. В Казахстан нас с ней точно не примут. Так что газуем до полного. Дым, черный, свет дальний. Вот так вот мы едем. И так, ребяточки, ребята, ребятушки. Короче. Короче. Я выбрался на семерку, на М7. Семерочку, семерку. Понятно. Радости нет предела. Потому что я заколебался ехать по 108. Реально задолбался. Ехал, 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 ехал. У меня соляра заканчивается. Я, короче, только-только вышел на М7. Сейчас заправляемся и кушаем, короче. Еще целый день ничего сегодня не ел. С утра, как кофе попил, бутербродом все, больше ничего не ел. Так что взял пельмишей сейчас в пятерочке. Как-то тормознулся. Сейчас отварим пельмишей. Похаваем по-человечаче. Потому что пельмени охота. А в кафе их либо нет, либо там ждать долго. Либо они тоже полусубрикаты. И бывают полусубрикаты самые дешманские вот эти вот пельмени. Но хоть когда сам покупаешь, хоть знаешь, возьмет дорогих, хороших. Поэтому, блин. Короче, вот семерочка. Мы чем-то, как говорится, летим. Газуем, газуем на все бабки. Сегодня, конечно, надо бы пройти нижний. Это сделать очень-очень, блин, сложно. Потому что время, хотя позволяет, но пока я сейчас поем, пока заправлюсь, времени будет капец как мало. Поэтому я хер знаю, что делать. Во, стоянка есть, опять же. А где заправка? Алёблия. Заправка где-то должна быть, тот нефть тут. Ну что мне тут? Не-не-не, надо в любом случае заправиться, потому что топливо на нулях. Если я сейчас где-то похаваю, то посижу, то потом топливо... Вдруг тебе не хватит доехать, короче. Ну ёпки, а, чё, чё, так медленно ездить, а? 70 можно ехать, блин, не 50. Нет, они едутся и 50, короче. Ладно. Учить жизни никого не заставляю, но так просто предупреждаю. Едем. Субтитры сделал DimaTorzok